доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии вторника снова мы на финансовых рынках и продолжаем разбирать ключевые фундаментальные события друзья как и обещал пока рынки торгуются я с вами соответственно завтра поскольку у нас рождественский выходной брифинга не будет я думаю что в четверг по практике того что по сути и новостей тоже не будет и рынок только будет включаться в привычные торговые будни я думаю что следующий брифинг можно будет провести уже в пятницу там скорее всего мы сможем поговорить уже о том с какими мы настроениями будем уже переходить к а сессиям предновогодним я по-прежнему не исключаю возможность того что из-за низкой ликвидности на финансовых рынках мы можем увидеть очень интересное движение отсюда друзья моя рекомендация вам которую я уже обозначил накануне то что нужно быть предельно внимательными ко всем торговым решениям которые вы принимаете рынке непредсказуемые движения возможны в абсолютно разных направлениях но мы все-таки будем склоняться к тому что то движение которое нами спрогнозировано исходя из фундамента все-таки будет более вероятным давайте посмотрим на то что происходит с рынком нефти напомню что торги закроется сегодня поздним вечером то есть есть возможность поработать с теми инструментами которые представляют для нас интерес нефтянка это один из них и мы друзья снова выше 65 долларов за баррель 6553 это прекрасно конечно же я очень рад то что а трейдеры все-таки не стали развивать еще большую коррекцию из-за фиксации ордеров трейдеры не стали мутить в воду из какого-то непонятного и честно говоря отсутствующего негатива на финансовых на площадках именно в контексте влияния на нефти вернулись к покупкам которые нами изначально рассматривались как самый предсказуемый опять же трейд который можно по этому рынку проводить я повторюсь друзья что по рынку нефти мы с вами с большим удовольствием сейчас работаем с фактом снижения напряженности торговых отношений между сша и китаем частности из последних новостей китай а снизит импортные пошлины на почти 850 наименование американских товаров это произойдет уже с 1 января поэтому можно сказать что китай продолжает демонстрировать явные усилия со своей стороны как бы идет навстречу американским партнерам для того чтобы подтвердить намерение выйти в конце концов на двухстороннюю торговую сделку поэтому связи с новыми подробностями того как развиваются сейчас отношения сша и китая мы с вами еще больше уверены в том что первая фаза будет закрыта в соответствии с расписанием в первой декаде января это друзья позитив который отчасти уже заложен а в котировках нефти большинства других финансовых активов ну и между тем это все равно позитив который создает рыночный оптимизм тотального такого характера позволяет нам рассчитывать что впоследствии это приведет к умеренному повышенному спросу на углеводороды также как я уже отмечал помимо этого у нас еще и действия опек по сокращению производства нефти и ожидания данных от администрации энергетической информации которые скорее всего будут также сейчас на стороне покупателей потому что в декабре был зафиксирован резкий спад импорта сша нефти поэтому я считаю что в эту пятницу когда выйдут данные от администрации энергетической информации вы понимаете что из-за праздничных дней публикация отчетов немного поехала по календарю ну ничего в пятницу мы дождемся этот релиз и я думаю что перед выходными очень неплохо торганем нефтянкой в целом фон как я уже отметил позитивный ждем движение восходящая и рост бренда выше 67 долларов за баррель доллар иена 109 39 котировки я вижу очень хорошую область для а пока что среднесрочных покупок это с диапазона 109 109 20 друзья мы опираемся в этой идее опять же на все а то позитивное связаны с отношениями сша и китая но еще и конечно же на статистику американского происхождения ввп личные доходы личные расходы о них мы говорили накануне подробно немного разочаровали вчера данные по заказам товара длительного пользования но судя по оценке вероятных изменений политики и ставок на ближайшие полгода этот отчет практически никак не повлиял на настроение трейдеров с учетом последних фундаментальных вводных с учетом улучшения отношений с китаем участники рынка считают что в целом фрс вряд ли будет снижать процентную ставку в двадцатом году если что-то изменится будут держать у вас в курсе друзья евро против доллара 1 10 87 здесь особенно сказать нечего мы остаемся но я по крайней мере верным той позиции которую открывал ранее это продажи и уверен то что исходя из фундамента мы все-таки приблизимся к поддержке 1 10 фонд против доллара снижается друзья несмотря ни на что вроде бы как и позитив есть но тем не менее участники рынка почему-то решили и дальше хранить британскую валюту опять же я пытался разобраться в новостном фоне где-то там найдены доказательства оправдывающие такую динамику связанные с тем что правительство будет придерживаться жесткой линии в отношении брейзита но уж не знаю друзья если мы посмотрим на многие прогнозы от всем известных инвестбанков можете копаться сами в просторах интернета и тоже найдете подтверждение что большинство действительно авторитетных экспертов считают что британская валюта 2020 год проведет в фазе роста и при этом по паре фунт доллар мы можем увидеть и котировки даже 1 и 4 это прогноз от стендер чарты соответственно если у вас интересуют долгосрочные сделки может быть друзья вот эта просадка перед закрытием 19 года это подарок вам чтобы зайти в длинные позиции уже не париться касательно дальнейших локальных откатов если вы будете работать с правильным плечом это действительно может быть очень интересная сделка доллар канадец 1 3154 у нас еще не слабо счет темпы экономического роста канады минус на целых одна десятая процента мне кажется это логическое продолжение слабых данных по производственным заказам и провальным роничным продажам поэтому думаю что банку канады все же придется признать негативное влияние всех глобальных шоков скажем экономических шоков связанных с торговой неопределенностью влияние на экономику и исходя из этого рассмотреть возможность также смягчения монетарной политики не значит друзья то что мы должны вот в омут с головой ставить на то что на следующем заседании банка надо снизить процентную ставку я повторяю что достаточно лишь намека на то что мы рассмотрим возможность смягчения политики и пожалуйста увидим тот самый ожидаемый искомый и нужный импульс для роста пары доллар канатец котировки 13154 было бы круто друзья я думаю хорошо сложится рынок если мы сможем подобраться к уровню 1 3250 до закрытия этого года на этом собственно все большое вам спасибо за внимание и до скорых встреч всего доброго до свидания